Есть перспектива завершения войн в следующем году, учитывая, что все-таки это год знаковый, год выборов и в Америке, и в России? Нет? Почему? Давайте смотреть основные войны. Ну, вот что касается войны Азербайджана с Арменией, то она завершена в этом году, и я еще раз говорю, у меня нет никакого восторга по поводу того, как она была завершена, но война завершена, и шансов, я думаю, что новообозримы, хотя, конечно, рано осталось, конфликт остался, но, по крайней мере, военного продолжения этого конфликта не будет. Ну, хорошо, минус одна война. Дальше берем по возрастающей. Война между, так сказать, Израилем и арабским окружением. Я думаю, что все-таки я надеюсь, что горячая фаза войны закончена. Я надеюсь, что все-таки Хизбалла, там это более, так сказать, увесистая, более серьезная, более мощная структура, чем Хамас, и она все-таки именно в силу, так сказать, большей военной политической массы стремится к самосохранению. И я надеюсь, что открытого столкновения между Израилем и Хизбаллой не будет, так же, как открытого столкновения между Ираном и Израилем. И поэтому я надеюсь, что в 2024 году такая вот масштабная война между Израилем и, так сказать, террористами закончится. Хотя, вот, руководство ЦАХАЛ заявило о том, что эта война будет длиться несколько месяцев, или там много месяцев, я не помню сейчас конкретную формулировку. Поэтому, скорее, это надежда, чем уверенность. Еще раз подчеркиваю, надежда, больше надежды, чем уверенность. Хотя там есть неприятная возможность, если, например, действительно удары с севера будут, то Израиль может пойти на уничтожение Хизбаллы. А это уже совсем другая история, более тяжелая для всех. Но надежда здесь есть. И, наконец, переходя к самому главному, к самой главной войне, которая ведется сейчас в мире, это война России против Украины. Вы знаете, надежда, конечно, умирает последней, поэтому у меня есть надежда на очень слабое. Я бы, если бы рискнуть в процентном отношении, процентов 5 бы дал на то, что война может закончиться в следующем году. Не более 5%. Почти наверняка война продлится за пределы 2024 года. На чем основаны надежды на то, что эта война в 2024 году закончится? Если, опять, давайте по пункту, я бы назвал так, что может явиться основой для прекращения войны в Украине. Первое – это полномасштабная западная помощь. Какие есть на это надежды? Я не знаю, какого числа состоится встреча Зеленского с Орбаном, потому что главный, так сказать, вот этот вот троянский конь, основной, там несколько троянских коней в Европе, но главный троянский конь в Европе – Орбан. Ну, откровенный нацист, безоговорочный нацист, создатель мафиозного государства, наследница фактически той самой нацистской Венгрии, которая была союзником Гитлера. Здесь все понятно, с ним все понятно. Но вот, к сожалению, он является тем бревном, который лежит на пороге европейской помощи. И, как всем известно, Зеленский договорился с ним о встрече буквально на днях. Не знаю, что такое «на днях» в их терминологии, но если эта встреча состоится быстро, и еще одно неизвестное. Я не понимаю, ну, наверное, у Зеленского, у офиса президента Украины, есть какое-то предложение Орбану, от которого он не сможет отказаться. Я надеюсь, что оно есть. Извините, что я, так сказать, цитата из «Крестного отца» здесь, потому что на «Крестного отца» Зеленский не похож. Но, тем не менее, действительно, должно быть что-то в кармане у Зеленского, что он собирается предложить Орбану. Но иначе какой смысл встречаться? Поэтому, наверное, что-то есть. Что я не знаю. И поэтому есть надежда на то, что если будет такое предложение, если Орбан на это согласится. Орбан в этом смысле абсолютно циничный, конечно, человек, и он, как он торговался за, так сказать, то, чтобы дать добро на помощь Украине. Очень простая история. Дайте мне 30 миллиардов евро, и я разрешу помочь Украине. Все. Здесь все очень просто. Он в этом смысле простой парень. Поэтому я не знаю, что ему может предложить Зеленский. Но если это случится, зачем-то же Зеленский попросил о встрече. Если это случится, то 50 миллиардов Украина получит. Они, правда, не на вооружении, а не на поддержку бюджета Украины. Но это очень важно. И второе. Если случится все-таки то, на что я очень надеюсь, и 61 миллиард американской помощи поступит. Но вот он-то как раз поступит в основном в значительной степени в виде вооружения. Если Украина получит эти все средства, да еще там будет дополнительная помощь от Всемирного банка, от Европейского банка, еще там курочка по зернышку, то есть шанс, что Украина сможет действительно реализовать наступление, которое... Ну, что помешало наступлению? Наступление невозможно, если нет превосходства в воздухе. А Украина в воздухе проигрывает. Наступление невозможно, если нет, ну, как говорят учебники военные, что трехкратное превосходство должно быть живой силе и техники. Ничего похожего, конечно, в Украине не светит, но если есть какая-то возможность все-таки получить средства и на эти средства купить технику, самолеты F-16, и не только F-16, но более совершенные модели, дальнобойные ракеты, в конечном итоге, так сказать, надо говорить и о, скажем, томографках, которые тоже должны быть предоставлены Украине. Если все это будет Украине предоставлено, то переворот войны может быть за счет того, что будет решен главный вопрос войны. Главный вопрос войны – это вопрос о Крыме. В Крыму война началась, в Крыму она может и закончиться. Я еще раз подчеркиваю, что я не вижу шансов завершить эту войну чисто военными средствами. Почему? Я сейчас не говорю о таком всеобщем идиотизме, как слово переговора. Слово «переговоры» я бы исключил вообще из нашей сегодняшней беседы, ну, разве что в качестве диагноза идиотизма, потому что никаких переговоров, конечно, с Путиным быть не может, это исключено. Но здесь завершение войны может быть, почему я говорю, не военными средствами, или не только военными средствами, а это может быть вот это нащупывание и переламывание вот этой вот Кащеевой иглы, который для Путина и в целом для его фашистского рейха является Крым. Потому что деоккупация Крыма, а это реально возможно, при наличии самолетов, при наличии дальнобойных ракет, превратить Крым в остров, это реально. И создать ситуацию, при которой Украина сможет обстреливать любой уголок Крыма, действительно изолировав его от поставок с материка. И я думаю, что тогда Крым украинский, и это очень серьезный переворот в сознании силовиков, в сознании армии. И вот тогда возможно, так сказать, не военное завершение войны, а именно начало распада России. Через какое-то... То есть я не исключаю, что в этой ситуации могут сойтись в одной точке несколько процессов. Во-первых, да, оккупация Крыма. Во-вторых, чрезмерная, нестерпимо высокий уровень протестов со стороны жен мобилизованных. Они сейчас уже матом ругают Путина, они уже кричат «Путин, гори в аду!». А в отличие от Навального, в отличие от поэтов, которых сажают просто за стихи, вот здесь так нельзя, потому что если жену мобилизованного, человек, который с оружием в руках сейчас воюет против Украины, если его жену в этот момент, пока он воюет в Украине, будут бить или отправлять в тюрьму, то тут в головах вот этих вот людей, там, сколько их, 600-640 тысяч Путин насчитал, в головах этих людей могут начаться всякие процессы. И если это все будет, сойдется в одной точке с деоккупацией Крыма, то вполне возможно, что мысль о том, что царь не настоящий, и войску пора повернуть оружие в другую сторону, и, так сказать, совершить новую версию похода к Пригожину, но уже не для того, чтобы, не по поводу денег, не по поводу, то есть, поход к Пригожину, это была такая стрелка из 90-х, да, то есть, когда братки ехали на джипах, так сказать, делить какой-то очередной рынок, но только здесь вместо джипов были танки. Вот, оно, так сказать, вот этот вот, возможный следующий ремейк этого похода будет окрашен совершенно иначе, и они просто поедут не деньги делить, а просто поедут за головой Путина, потому что, на самом деле, вот сочетание поражения, причем знакового поражения, потому что, понимаете, для России, для россиян, вот эта вся украинская география, всякие там Авдеевки, Бахмуты, это все неизвестно, где это, там, где находится Бахмут, я не знаю, может быть, кто-то скажет, что это где-то какой-то остров в Тихом океане, то есть, это все людям ничего не говорят, и даже Херсон, я не уверен, что для многих россиян слово Херсон что-то значит, но вот Крым это да, Крым это да, даже те люди, которые никогда в Крыму не были, то есть, ну, по крайней мере, это было на слуху, поэтому до оккупации Крыма, и был вот этот крымский консенсус, в памяти людей это было, как они радовались тому, что Крым возвращается в родную гавань, после оккупации Крыма действительно был такой триумф, и вот сейчас вот такое разочарование, то радовались, в воздух чепчики бросали, а теперь вот раз и отдали, и зачем, и кто, и какой идиот начал, вот сразу возникает вопрос, какой идиот начал эту войну, когда все было хорошо, никто не собирался, Украина не собиралась Крыму возвращать военным путем, точно не собиралась, это все должно было решиться какими-то длительными переговорами, ну, то есть, никогда, ну, прямо скажем, никогда, а здесь вот раз и вернулся, и кто же это такой умный, который начал эту войну, в результате чего Россия, и вот угадайте с первого раза, так сказать, это тот случай, когда угадал все буквы, но не смог назвать слово, не прокатит, вот, так сказать, фамилия Путина, она тут же начнет всплывать, и светится кровавым светом, и понимание того, что царь, в общем-то, не настоящий, и войску пора бунтоваться, я думаю, что этот процесс может пойти, особенно с учетом, когда начнут бить жены мобилизованных, а их начнут бить, потому что, да, сейчас держатся, но жен мобилизованных становится все больше, там создаются фейковые организации, настоящих жен, говорится, что это вообще жены продажные, а вот есть настоящие жены, которые толкают своих мужей на фронт, но это все может не сработать, я еще раз говорю, мы живем в вероятностном мире, то, что я описываю, этого может не произойти, потому что, Зеленский может не договориться, понимаете, я сейчас просто объясню методологию прогнозов, мы живем в вероятностном мире, и вероятностность этого мира, определяется тем, что существует свобода воли, причем воля бывает добрая, бывает злой, и свобода воли человека определяет, вот акторы мирового процесса исторического, они это люди со свободой воли, и вот на конкретных примерах, на встрече Зеленского с Орбаном, они могут не договориться, и злая воля Орбана, который тоже обладает свободой воли, она может преобладать, и в результате Украины не получит 50 миллиардов евро. Субтитры создавал DimaTorzok